Торговые отношения Белоруссии и Казахстана с каждым годом выходят на новый уровень. В дружественной стране работают 270 фирменных объектов, где продается продукция под отечественными брендами. В топе предпочтений – молочка, колбаса, мясные изделия. В перспективе создания мультибрендового магазина легкой промышленности, а также отдельной сети магазинов кондитерских товаров. Бобруйска Громаш посетила делегации из Республики Зимбабве. Гостям были продемонстрированы производственные мощности, а также линейка, представленная на выставочной площадке. Представители компаний подтвердили готовность к приобретению 10 единиц техники для лесного хозяйства в рамках ранее согласованного проекта по развитию лесной промышленности африканского региона. Кроме того, партнеры выразили заинтересованность в покупке крупной партии тракторных прицепов для тушения пожаров. Масштабная стройка Титовского моста продолжается. Главные приоритеты – безопасность и качество. Сейчас работа кипит над второй частью конструкции. Семь монолитных опор уже возведены. Смонтированы все железобетонные балки – это около 800 тонн металла. Специалисты планируют к августу соединить устойной движкой и начать укладку полотна. Предполагаемый срок ввода объекта – декабрь 2024. В Могилевской области сотрудники ГАИ по 19 июня проводят профилактические мероприятия, направленные на безопасную перевозку пассажиров микроавтобусами, цель рейдов – улучшение безопасности дорожного движения и предотвращение возможных происшествий. Особое внимание на соблюдение правил, а также на техническое состояние транспортных средств. Гимназия номер 3 имени митрополита Филаретова-Хромеева разработала сервис, который раскроет Бавруйск со всех сторон. Отправиться в путешествие легко, достаточно зайти на сайт гидбавруйск.бай. Небольшой тур проведет по знаковым местам, расскажет интересные факты, покажет историко-культурное наследие, познакомит с промышленным туризмом и гастрономическим потенциалом.